Шампиньоны, сыр, грецкие орехи, цукини, парная телятина. Набор продуктов, согласитесь, весьма изысканный, с некоторым французским акцентом. И плюс ко всему перечисленному еще 45 наименований самых разнообразных ингредиентов для изысканных блюд. И если вы думаете, что этот список продуктов составил шеф-повар в ресторане, вы ошибаетесь. Из этого предстоит приготовить обед на 10 персон армейским поварам. Мы оцениваем технологический процесс приготовления блюд, санитарные требования при приготовлении. Общие методы приготовления каких-то блюд, технологию, последовательность обработки. Все полностью правильно с процессом. Конкурс военных поваров «Коков и пекарей» стартовал на территории Вольского военного института материального обеспечения. В нем принимают участие около 70 лучших представителей своей профессии из всех военных округов, флотов, а также команды Росгвардии. До последнего повара не знали, чем им предстоит удивлять жюри. Участникам озвучили задание и сразу в кулинарный бой. Если в прошлом году поединок начался с приготовления обычных блюд армейского меню из стандартного набора продуктов, то на этот раз командам пришлось проявить фантазию. Их никто не ограничивал в количестве ингредиентов, благо выбирать было из чего. Да, сам был удивлен, не каждый раз такое на конкурсы выдается. Секрет, но будет вкусно. А вот нельзя говорить. Ну, из такого набора, в принципе, если заранее знать, да, можно неплохо сделать. Но так это... Ну, у меня есть балканские серии блюда. Тоже, кстати, у вас Балакова на «Б» балканец. Совпало, конечно. Ну, шутка маленькая. Сегодня произвольная программа, как говорят в фигурном катании, произвольное катание. Всё, что ваша душа пожелает. Любой вкус, любой цвет. Связываем наш праздник с Днём России. Блюда именно России, которые популярны не только в России, и за рубежом. Первое, второе – салат и компот. На приготовление четырёх блюд отводилось три часа. К этому времени должен был подоспеть и хлеб, которым занимались лучшие военные пекари. После традиционного пшеничного хлебушка им предстояло испечь и мелкие штучные изделия. А по-простому – пирожки, булочки, рогалики. Всего 10 наименований. Сейчас мы пекём до обеда хлеб. Сейчас у нас хлеб уже... Тесто замешано, всё сделано. И сейчас он состоится в расстойке у нас. Минут через где-то полчаса мы будем его закидывать уже в печь. У кого-то тесто ещё подходило, а кто-то уже вытаскивал румяные буханки из форм. Но лучшего определяют не по скорости, уверен представитель жюри. Внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах – всё это будет определяться. Толщина корки. Сами понимаете, если выдаст горячий хлеб, его больше по весу будет. А когда он остынет, он меньше по весу. Ну и горячий хлеб вообще не рекомендуется есть. Потому что вроде бы он, как говорится, вкусный, горячий хлеб. Но имеет вещества, которые отрицательно воздействуют на желудочно-кишечный тракт человека. Поэтому не рекомендуется горячий хлеб кушать. От пристального взгляда опытного жюри не ускользнули даже мелкие нарушения технологии приготовления блюд. Кто-то не так нарезал овощи. Кто-то рано начал готовить холодное блюдо. За всё это снижаются очки. Ну а если порций получилось больше, чем положенных 10, то это уже не мелкое, а скорее крупное нарушение. Но наверстать упущенные баллы можно было с помощью оригинального оформления и других уловок. Ведь кроме жюри оценивать готовые блюда будут и гости конкурса. Будем оценить по вкусовым качествам, по внешнему виду, по оформлению. Это всё будет видно. Когда приготовится у нас блюдо, когда накроются столы, вы всё это увидите и всё поймёте. Сразу видно будет, насколько повара подготовлены. Повара проверяют свою смекалку, своё умение, приготовят те блюда, которые они считают самые лучшие, самые показательные. Посмотрим, что они нам представят. Всеармейский конкурс вооружённых сил Российской Федерации «Армейский запас-2018» в Вольске завершится 9 июня. За это время участникам предстоит показать мастерство владения огнестрельным оружием на стрельбище, а также быстроту, силу и выносливость на спортивном стадионе. После этого будут подведены итоги конкурса. А команда победителей отправится на международный этап армейских игр.